Здравствуйте, ребята! Я учитель химии Приходько Татьяна Витальевна. Очень рада приветствовать вас в Доме Знаний. Тема вебинара сегодня «Неметаллы в жизни человека». Вы очевидно помните, что самой первой научной классификацией химических элементов было деление их на металлы и неметаллы. Эта классификация не потеряла своей значимости и в настоящее время. Неметаллы – это химические элементы, для атомов которых характерна способность принимать электроны до завершения внешнего слоя, благодаря наличию, как правило, на внешнем электронном слое четырех и более электронов и малому радиусу атомов по сравнению с атомами металлов. Это определение оставляет в стороне элементы восьмой группы главной подгруппы – инертные или благородные газы, атомы которых имеют завершенный внешний электронный слой. Электронная конфигурация атомов этих элементов такова, что их нельзя отнести ни к металлам, ни к неметаллам. Они являются теми объектами, которые в естественной системе четко разделяют элементы на металлы и неметаллы, занимая между ними пограничное положение. Из определения неметаллов следует, что для их атомов характерны высокие значения электроотрицательности. Она изменяется в пределах от двух до четырех. Неметаллы – это элементы главных подгрупп, преимущественно P-элементы. Исключение составляет водород S-элемент. Все элементы неметаллы, кроме водорода, занимают в периодической системе химических элементов Менделеева верхний правый угол, образуя треугольник, вершиной которого является фтор. Много вопросов возникает относительно положения водорода в периодической системе в первой и седьмой группах главных подгрупп. Такое положение водорода не случайно. С одной стороны, атом водорода, подобно атомам щелочных металлов, имеет на внешнем единственном для него электронном слое один электрон. Электронная конфигурация 1С1, который он способен отдавать, проявляя свойства восстановителя. В большинстве своих соединений водород, как и щелочные металлы, проявляет степень окисления плюс один. Но отдача электрона атомам водорода происходит труднее, чем у атомов щелочных металлов. С другой стороны, атому водорода, как и атомам галогенов для завершения внешнего электронного слоя, не достает одного электрона. Поэтому атом водорода может принимать один электрон, проявляя свойства окислителя и характерную для галогена степень окисления минус один. В гидридах соединениях с металлами, подобных соединения металлов с галогенами, галогенидом. Но присоединение одного электрона к атому водорода происходит труднее, чем у галогенов. Очень важно знать, какое значение имеет водород. Ученые доказали, что значение водорода ключевое, так как эта молекула является самой распространенной во всей Вселенной. Оксид водорода в воду в жидком состоянии люди считают растворителем жизни. Растворитель жизни вода состоит из двух атомов водорода и кислорода. Наиболее распространенным веществом на планете Земля является именно вода, которая составляет 72 процента. Поэтому значение водорода для человека велико в связи с его присутствием физических и химических процессах, позволяющих осуществлять всю нашу жизнь. Значение водорода также в том, что он может предоставить человечеству необходимую энергию для выживания и прогресса в гармонии с природой. Водород был предложен в качестве топлива, который несет в себе эти качества, чтобы противостоять двум самым большим экологическим опасностям, с которыми сталкивается человечество, а именно изменению климата и загрязнению воздуха. Все неметаллы в жизни человека играют огромную роль, так как без них невозможна жизнь не только человека, но и других живых организмов. Ведь благодаря таким неметаллическим элементам, как кислород, углерод, водород и азот, образуются аминокислоты, из которых затем образуются белки, без чего не может существовать все живое на Земле. Из 118 элементов таблицы Менделеева 22 из них неметаллы. Фтор, кислород, хлор, водород, азот, газообразные вещества. Йод, остат, сера, селен, телур, фосфор, мышьяк, углерод, кремний, бор, твердые. При комнатной температуре бром существует в жидком состоянии. А теперь давайте рассмотрим некоторые неметаллы более подробно и узнаем их значения, которые они играют в жизни человека и в его организме. Полноценная жизнь человека зависит от воздуха, которым он дышит, а в воздухе содержатся неметаллы и соединения между ними. Обеспечением важнейших функций нашего организма занимается кислород, а азот и другие газообразные вещества его разбавляют и тем самым защищают наши дыхательные пути. Ведь с курса биологии вам уже известно, что все защитные функции организма тесно связаны с наличием кислорода. От проникновения губительного ультрафиолетового излучения на защиту нашего организма становится озон. Такой необходимый микроэлемент, как сера, в организме человека выступает в роли минерала красоты, так как благодаря сере кожа, ногти и волосы будут всегда оставаться здоровыми. Также не стоит забывать, что сера принимает участие в формировании хрящевой и костных тканей, помогает улучшить работу суставов, укрепляет нашу мышечную ткань и выполняет еще много других функций, которые очень важны для здоровья человека. А неоны хлора также играют важную биологическую роль для человека, так как принимают участие в активизации некоторых ферментов. С их помощью поддерживается благоприятная среда в желудке и поддерживается осматическое давление. Хлор, как правило, попадает в организм человека благодаря поваренной соли при приеме пищи. Немало вопросов после просмотра видеоуроков возникает по изменениям в организме при недостатке и избытке ионов хлора. В сутки взрослому человеку требуется от 4 до 6 граммов хлора. Увеличивается потребность в этом элементе при физических нагрузках, занятиях спортом, при повышенном потоотделении в жаркую погоду. Но рациональное и сбалансированное питание полностью удовлетворяет нужды организма в хлоре. Резкое снижение уровня хлора может привести к коме и даже смерти. Основное количество хлора поступает в организм с поваренной солью и с хлорированной водопроводной водой. Богаты данным элементом рыба, молочные продукты, содержится хлор и в растительной пище. Избыток же хлора наносит ощутимый вред организму человека. Повышенное поступление элемента наблюдается при чрезмерном употреблении поваренной соли и водопроводной воды. Для предупреждения избыточного поступления хлора рекомендуется снизить количество поваренной соли в питании и употреблять очищенную не хлорированную воду. При обезвоживании интенсивной физической нагрузки для предупреждения дефицита хлора рекомендуется употреблять продукты, богатые этим элементом. При стационарном лечении в случае потери хлора в результате обезвоживания при тех или иных заболеваниях часто применяют внутривенные через капельницу введение физраствора 0,9% раствора хлорида натрия. Помимо важных качеств, которые не металлы оказывают на человеческий организм и другие живые организмы, эти вещества применяют и в других различных отраслях. Водород широко применяется в химической промышленности. Его используют для синтеза аммиака, метанола, хлороводорода, а также для гидрогенизации жиров. Также не обойтись без участия водорода в качестве восстановителя и при производстве многих металлов их соединений. Широко применяется водород и в медицине. При обработке ран и для остановки мелких кровотечений используется 3% раствор перекиси водорода. Для производства соляной кислоты, каучука, винилхлорида, пластмасс, а также и многих органических веществ применяют хлор. Его используют в таких промышленностях как текстильное, бумажное в качестве отбеливающего средства. На бытовом уровне хлор незаменим для обеззараживания питьевой воды, так как обладая окислительными свойствами, он имеет сильное дезинфицирующее действие. Такими же свойствами обладает и хлорная вода и известь. В медицинских целях, как правило, в качестве физраствора используют хлорид натрий. На его основе производят многие водорастворимые лекарства. Такой неметалл, как сера, используют для производства серной кислоты, пороха, спичек. Также он применяется при вулканизации каучука. Ее применяют в производстве красителей. А коллоидная сера необходима в медицине. Сера нашла применение и в сельском хозяйстве. Ее используют как фунгицид для борьбы с различными вредителями. Спасибо. До новых встреч в Доме знаний.